сегодня сорок восьмая встреча рабочего клуба терем территории исполнения мечты я с удовольствием рассказываю свой проект который здесь звучал много раз это можно посмотреть и последить проект называть меня зовут джинс фанаси проект называется мульти стартап планарца откуда он вырос что такое мульти стартап планарца мульти стартап планарсан вырос из моего собственного изобретения которое придумал я называется это устройство планарный концентратор планарный концентратор лежал в основе этого проекта собственно говоря сама идея как курить то есть чем идея планарного концентратора планары концентратор предназначался для и предназначается он для многих задач предназначается то есть для солнечных батарей то есть предположительно допустим представим что солнечная батарея имеет такой формат классическая солнечная батарея стоит состоит из таких маленьких кремниевых пластиночек собственно говоря солнечная батарея это самая ценная и дорогая часть солнечной батареи мой был предложено оптическое устройство которое энергия света падающий на эту поверхность перераспределяла в два противоположных направлений то есть внутри вот такой вот пластинки формировалась оптические лучи которые направлялись со всей поверхности на торцы таким образом вся поверхность кремниевых пластинах которые были здесь покрыты всю поверхность и распределялась всего на два противоположных торца вот такие небольшие торцы таким образом уменьшая использование дорогого солнечного материала в 5-10 раз вот такой вот проект такая идея собственно говоря с нее все началось и изначально это был исключительно проект предназначен для солнечных батарей но постепенно он модифицировался и год примерно назад 19 августа на одном из собраний клуба перри нам была предложена идея попробовать собрать народные деньги через сайт народного финансирования которые на тот момент начинали раскручиваться в россии бум стартер и вот год назад мы приняли решение нам нужны тогда были очень срочно деньги на международное патентование мы запустились мы три недели собирали деньги складчины со всего мира оказались первыми в россии стартапом который собрал деньги на приборостроительный проект с помощью прибор с помощью интернет-кранфандинг платформа россии то есть до нас таких проектов которые занимались приборостроение и собрали бы деньги не было вот с тех пор собственно говоря мы первооткрыватели там если посмотреть на самом деле после нас собрала человек 6 наверно всего в таком формате технология приборостроения но мы были первыми и вот мы можем об этом говорить те деньги мы начали собственно потратили на патентование и начали разработку рабочих прототипов когда мы создавали и начали продолжаем создавать рабочий прототип в данном случае это у нас является солнечная зарядка для айфона мы начали разрабатывать с конструкторами с инженерами концепцию проект и так далее у нас нам стало ясно что чтобы реализовать данное устройство нам нужно разработать несколько новых принципиально технических решений которые нельзя купить на рынке вот их можно наверное где-то заказать на это очень дорого смысле специальных конструкторских бюро вот поэтому мы решили что мы очень квалифицированные инженеры можем сделать это все сами придумать смысле того что не обязательно сделать именно придумать поэтому у нас появилось три даже четыре направления которые фактически вложены в это техническое решение то есть у нас там есть специальная электроника которая осуществляет заряд аккумулятора и специальная электромеханика которая обеспечивает очень высоко точное и мало энергоемкое потребление смысле работоспособность системы слежения вот и также у вас есть там внутри оптический концентратор который реально можно применять для двух задач с одной стороны солнечные батареи а с другой стороны если с обратной стороны со стороны торцов поставить светодиоды это у нас будет светодиодной технологией которых можно создавать прожектора уникальных светильники архитектурную подсветку в общем все что угодно все что душе угодно для цветовых технических решений так что вот четыре таких направления в результате у нас появилось представление что это уже не стартап про солнечные батареи а стартап про несколько стартапов то есть мульти стартап вот чтобы проинвестировать мульти стартап у нас появилась потребность запустить павел венчур инвестиционную игру которая находится в стадии разработки куда люди могут прийти с небольшими финансами суммы там на 10 тысяч рублей и купить часть долю в собственном самом проекте и в перспективе что-то выиграть в одном из этих мульти стартап для того чтобы реализовать данный проект у нас появилась специальный подпроект еще один стартап называется социальная сеть для инвесторов изобретателей то есть внутри которой собирается люди инвесторы изобретатели специалисты которые вот эти стартапы на ранней стадии могут довести до некоторого полезного и значимого результата туда привлекаются финансы собственно через павел венчурную инвестиционную игру и стартапы страсту двигаются усиливаются приносят деньги и изобретения которые были только в идеях воплощаются в жизнь вот такая прекрасная технология мульти стартапа и сегодня я буду рассказывать одну из из развить веточек веточек мульти стартапа которая выросла у нас есть эти родилась на прошлой неделе буквально несколько раз несколько день там назад я обсуждал с одним человеком и до этого у меня были тоже мысли похоже на проблему в чем заключается идея то есть я продолжаю развивать технологию технологию солнечной батареи но он хорошо нам видит то есть предположите на самом деле когда мы создаем полнарный концентратор у нас появляется специальная технология вот то есть так как мы работаем с оптикой с высокоточной оптикой то есть мы нарабатываем технологии технологическое решение и вот это технологическое решение можно применить для другого типа солнечных скажем так цвета перенаправляющих элементов для чего например то есть первое из предложений которые я сейчас озвучу заключается в следующем вот у нас есть жалюзи то есть это классическое устройство которое закрывает нам пока собственно говоря когда светит солнце в окно мы открываем потому что нам светит глаза потому что это свечка наш монитор она дает сильный блин но когда мы закрыли жалюзями наш окна после этого у возникает желание включить свет я пытаюсь сейчас изобразить как-то примерно будет выглядеть то есть вот у нас есть окно здесь вот у нас есть там люди сидящие за столом то есть вот собственно говоря жалюзями мы закрываем эту сторону и тогда мы приходим и говорим ну в темновать нам включить свет особенно это актуально зимой зимой солнце низко глаза светит часто вот и закрывая жалюзи мы автоматически идем включать свет это собственно лишняя электроэнергия которая тратится в этот момент когда у нас свет светит и жалюзи его поглотили можно сюда поставить технологию планарного концентратора но на самом деле просто технологию по технологии планарного кто-то заниматься тем что этот свет не отрагнир поглощать а перенаправлять вот сюда наверх на потолок глаза перестает светить на монитор перестает светить но он попадает по-прежнему в помещении освещает на потолок у нас получается прекрасный рассеянный свет и наша потребность во включении лампочки исчезает мы можем продолжать жить в естественном свете несмотря на то что мы защитились от прямого слепящего излучения солнца себя и глаза и от кликов на мониторе вот это вот первое предложение то есть это технология планарного концентратора в качестве жалюзи с перенаправлением на потолок а вторая технология немножко обратного формата но суть примерно та же самая то есть в смысле того что если мы тут избавляемся от света во второй технологии наоборот добавляем свет точно такой же заборчик виде пленочки ставится например на даче у сибирского мужичка или бабушки у нас есть утренние лучи и вот эти вот утренние лучи у нас они крайне ну скажем так слабы они не дают сильно тепла вот но если мы ставим здесь вот концентратор то у нас лучше начинает перенаправляться в ближайшие там примерно два метра вот в этих двух метрах можно посадить очень теплолюбивую грядочку где дополнительная инсталяция там два три часа утром будет приводить тому что будет созревать помидорчики или может быть даже персики сибири вот такая вот технология то есть это солнечные жалюзи это солнечный забор собственно говоря я рассказал про идею все а теперь я пытаюсь формулировать вопрос как вам идея можно ли чем-то усилить и как ее можно продать такой вообще вопрос не солнечный забор а солнечная теплица то есть назватель солнечная теплица потому что солнечная теплица возможно что сделать но не то есть полукругом сделать то есть добавить полу кругу может быть он будет собирать и мучили и рассеивать но не только второе второе поду верхней части верхней жалюзи я бы говорил о том что это прекрасная возможность рассеивать прямой свет то есть не закрывать а потом включать свет и экономить свет я бы говорил то есть идея в том что это в принципе рассеиватель прямого света и рассеиватель прямого света то есть и и и дело может быть то есть может быть что им заклеивают офисные помещения чтобы солнце не светило не было жарко а его то есть если смотря по твоей схеме получается его можно перенаправлять наверх перенаправлять наверх наверх да то есть как бы таким образом может быть избежать другое применение применение избыточного света избыточного света если бы здесь еще бы оно светило солнце и оно охлаждало бы еще комнату ну почему бы нет то есть короче говоря оно должно собираться и охлаждать комнату тогда это вообще офигеть получается то есть чем больше солнце в окно тем холоднее это в комнате да понятно то есть вот такая вот идея вот это вообще как бы девков продать давайте следующее здесь покрытие машиной в зимнее время когда на нее светит солнце а в машине холодно и если эта штука будет покрывать машина будет стоять под солнцем зимой и когда человек выходит резко давит его солнце и машине становится тепло все ключи возвращает машину получается и человек садится машину зимой и ему там не холодно продажа прямая продажа то есть жалюзи существуют компании которые занимаются продажей жалюзи вот мой друг занимается этим прямо настолько профессионально что просто обосраться как у него 20 видов этих всего он знает все новинки по жалюзям все они у него все все мировые новинки как это можно за это самое у него представлено то есть если ему сделать опытный образец то реально принести и показать ему то для него вообще круто будет он говорит у нас такие же люди есть у нас даже вот такие же люди есть показывает он и это опытный образец дико дорого бешеного дорога потому что сейчас нет ни у кого такая睡 World и вам можем поставить ну потому что это совершенно первый опытный образец либо хоть как-то работа хоть как работать будет хоть что-то рассеивать Будет ли это такая палочка, которая будет крутиться, то есть ленточка, либо это будет пол экрана, либо это будет просто пахту поставили, или это будет закручивающаяся пленка. Но я тебе точно говорю, первый опытный образец ему точно будет интересно, и он точно его продадут. Потому что есть люди, которые просто собирают новинки, они купят за любые деньги, потому что этого ни у кого нет. А еще можно пылесосить денег. Короче, таких вот идей, как ты сейчас сказал, их две, на самом деле таких идей можно сделать пятьдесят. И просто найти человека, посадить его на процент и на краудфайдинге. Вот вы набрали, но то, что пленарный концентратор, его сложно еще продать, и сложно донести вот это, донести каждому и бабушке, и дедушке. Вот там, короче, десять целевых аудиторий взять, и им по пять таких проектов, и на краудфайдинге денег можно поднять. Скажу, потому что можно создать лабораторию экспериментального света, может что-нибудь такое, то есть компания будет называться. И простое, и тупое лендинги, а лучше социальные сети. Потому что люди в социальных сетях можно сделать, выбрать аудиторию, на которой там, вот, новинка там, ну вот это там, все время всякая вот эта вот хрень, на самом деле их много. О, и кстати, есть целые сайты, которые на этом специализируются. То есть, где они продают всякую прикольную хрень. То есть, прям, вот, есть сайт сейчас. Короче, там всякая прикольная хрень. Вот смотришь, о, ну нифига себе. То есть, вот, твои изобретения, это вот что-то из прикольной хрени. То есть, люди их покупают, поприкалываться для того, что это нужно. О, что-то новенькое. То есть, оно может зацепить. Соответственно, предложить им. Они специалисты в этом, они знают, как это сделать. То есть, просто сказать, смотрите, я производитель, у меня прикольная хрень. Смотрите. И они, короче, выставят и начнут покупать. Круто. Еще такие последние. Еще дизайн-студия можно продать, которая специализируется на дизайне помещений и какого-нибудь там специального суперосвещения из-под угла, какими-нибудь там, ну, какой-нибудь там, какой-нибудь формой. Вот, и она светит именно квартиру именно так, чтобы, вот там, не знаю, хозяева там, вот, там, видели из-за всего там, какого-нибудь трехмерного изображения. Ну, что-нибудь типа этого. В общем, дизайн-студии, они точно там захотят только красивость кому-нибудь, ну, там, навешать. Денис, а у меня, знаешь… Давай-давай-давай, расскажи. Короче, ты знаешь, о чем можно зарабатывать? Короче, таких штук ты же много можешь на прибылку. Просто аудитории не собирать, тебя просто послушать, что можно сделать со светом. Просто люди будут приходить, тебя слушать и собирать, в билетах. Тебя прослушают. Огурчики, помидорчики, перчики. И перчики. И перчики. Так, 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 чувствую… Судить, расширить. Судить, расширить. Судить, расширить. Ну, китайцам продать можно. Ну, в том плане, что они живут и любят большие плантации, чтобы все росло быстро. Ну, вот тогда там все будет расти. У них света есть, у нас нет света. Ну, значит, наши… А, ну, извините, я критикал, да. Наш брунский, он кому-нибудь продается. Питается. Я услышал, китайцы. Да. Только большие плантации, кто любит быстро все выращивать. Они тоже быстро. Хорошо. Хорошо. Есть идея, кто может проверить концепцию про гурчики-помидорчики, что он будет расти быстрее, у него свет будет помогать. Слушай, я думаю, что в ботсах, заходите в ботсах, они же там многие, вот как раз все там эти… И скажите, смотрите, я сделал изобретение, как вы думаете, это вообще поможет растение или нет? И даже не важно, поможет или нет. Важно, чтобы они заснять промо-ролик, вот оно стоит, и чтобы кто-то с внушительным видом на фоне ботсада, представившийся, я там академик такой-то, смотрите, какая хрень, короче, будет работать. А будет или нет? Вот. Это отверть зависит. Отверть зависит, да. А еще такая штука, может быть полезная, вот когда эти цыплят выращивают, они любят, ну, в маленьком возрасте, только вы выпущите, там, до недели, две недели, да, они свет очень любят. И там специальными лампочками их подсвечивают. И при этом они вот прям, и это там можно использовать. Еще у меня какая идея была, что на самом деле растения, которые бассейны, вот эти рыбки, вот там же тоже их всяко подсвечивают. Но нам это тоже где-то может быть использовано. Ну, что-то пришли такие идеи, не знаю. Включение. Это такая дурацкая идея, но просто это самое, свет светом убивать. Не знаю, что значит убивать. Но, в общем, ты же говорил, что есть такая штука, которую свечишь в торце, и она по-другому выдает. То есть, если солнце заходит, луч заходит внутрь, там куда-то направляется. А туда, куда он направляется, навстречу направить что-нибудь тоже. Какой-нибудь свет. Темноту. Ну, что-то направить. Ну и, короче, оно там как-то там… Что-то, короче… Что-то вот, короче, и… Ну, что ж. Прекрасно. Уважаемый галитар, твои 20 минут завершились. Что было ценно для тебя? За эти 20 минут вообще… В целом, было ценно вернуться к ступенью на РБК-3. То есть, я уже месяц-два, наверное, сейчас уже, наверное, больше не выступал. Вот. Ценно было рассказать еще раз про мульти-стартап Лана Асан. Обновить его историю. Может быть, даже ценно было рассказать именно это как некое интегральное такое, целостное. То есть, что, откуда и куда. То есть, в общем, мне самому понравилось, что все логично и целостно. Вот. Так. Так. Безусловно. Мне нравится название «Лаборатория экспериментального света». Кто сказал про охлаждение? Опять про охлаждение. Это, ну, какая-то невероятная задача, потому что кондиционеры от солнечных батарей работают, но чтобы в жалюзьях сразу встроен был охлаждающий элемент. Это интересно. Это интересно. Это интересно. Да. За твоего специалиста по жалюзи, которую можно продать, экспериментальный образец. вот. Безусловно, это круто. То есть, можно просто изготовить и принести и показать. Компания «РолоТекс». Как? «РолоТекс». 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 От слова «Роло», да. «РолоТекс». Дизайн-студия. Работа с украшательством помещений через естественный свет. Это круто. Так. Рыбки. Что там еще? Домашние растения. Цыплята. А, цыплята. Цыплята, конечно. Цыплята. То есть, аудитория, которая совершенно для меня была неизвестной. Вот. Кто сказал про прикольные сайты? Денис. Сайт прикольный. Да. Прикольный тренинг. Да, 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 да. Пятьдесят идей по кровофандингу. Собрать раз. Идею продавать мои выступления на них билеты. Правда, нет. Кирилл, знаешь, вот это вот? Короче, солнце уже со светом ассоциируется, тебе прическу сделать такую, волосы развернуть лучом, тут борода. И, короче, лицо в центре. и волосы, короче, вот так вот, и в желтый цвет так выкрасить, короче, Денис, вот прям, ты на этом поднимешь бабла, ты вообще не будешь с концентратором, парень сидеть, я не знаю, ты вообще солнечный человек, Денис, за тобой бегать, ты будешь креативный, фотосъемки. Супер, супер, это полукруг, теплица в виде полукруга, то есть это на самом деле еще раз усиливает твою идею про солнечного человека, ну что ж, давайте поблагодарим и поддержим капитана.